ПОСЛЕРОДОВОГО ПОРЕЗА ПОСЛЕРОДОВОГО ПОРЕЗА ПОСЛЕРОДОВОГО ПОРЕЗА 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 90 процентов случаев уже после одноразового вливания коровы поднимаются как правило это на протяжении часа но все зависит от уровня гипокальциемии она может подняться через час а может и через несколько часов друзья пока анатолий николаевич капает и поднимает наше животное я расскажу немного о самом заболевание самом послеродовом порезе послеродовый порез распространен довольно таки широко можно сказать до 10 процентов от коров переболевают послеродовым порезом если быть точнее от 3 до 10 процентов по статистике американцев послеродовый порез это преимущественно падение уровня кальция в крови но также послеродовый порез связан с изменением уровня фосфора магния в крови а также витамина d3 зависимости от уровня падения кальция в крови гипокальциемию делят на субклиническую то есть это форма которая даже не проявляется с леганием коровы так то есть корова стоит корова как бы с виду более-менее здоровая так но на самом деле уже ослабляется сфинктеры тех же сосков уже наступает легкая гипотония преджелудков легкая гипотония матки и другой мускулатуры то есть это животное может быть иметь легкое угнетение иметь плохой аппетит ну и сопутствующие заболевания которые могут развиваться тот же мастит при попадании инфекции в имя вот метрит послеродовый а также смещение сычуга и другие заболевания далее это легкая форма когда корова ложится и тяжело встает или у нее могут трястись и конечности когда она передвигается средняя форма когда она уже слегает явно лежит и самостоятельно подняться уже не может и тяжелая форма это когда уже корова просто как бы похоже на мертвую да то есть вы находите корову которая лежит на боку пущине реагирует на какие раздражители вот и значит у нее наступает порез органов шкоте вот и такую корову если срочно не принять меры она может и погибнуть что касательно нашей коровки которые у нас есть мы определили это как среднюю степень послеродового пореза или гипокальциемии еще хочется сказать несколько важных аспектов касательно послеродового пореза я хочу заметить что если корова имела хотя бы один раз в жизни послеродовый порез то существует большая вероятность того что порез будет повторяться в следующих лактациях это нужно иметь ввиду также к порезу склонны более старшие коровы то есть коровы 3-4 лактации и больше хотя и порез может быть и у у первистки так так же нужно отметить что коровы которые переболели порезом несколько раз на протяжении жизни там два-три раза склонны к дородовому порезу редкое проявление пореза дородов но случается и за месяц за две за три недели иногда легко проходит после вливание иногда очень тяжело очень тяжело проявляется очень тяжело лечится и очень часто заканчивается даже гибелью друзья видите наша коровка встала сразу заработали мышцы мочевого пузыря сразу захотела сходила в туалет анатолий николаевич ваша работа сразу захотела даже есть сразу захотела видите вот отлежалась немного с ночи и пока мы записывали наше видео видите коровка слава богу встала вот появился аппетит у нее опорожнилась для того чтобы у коровы не было рецидива и на следующий день после капельницы она снова не слегла нужно ввести в рацион 3 кальций фосфат дозировка 200 грамм в сутки утром 100 грамм и вечером 100 грамм 3 кальций фосфат вводят на протяжении месяца в этой дозировке также нужно продлить схему применения препаратов фосбивид его вводят внутримышечно в дозе 25 миллилитров до протяжения еще 3-4 дней ни в коем случае не ограничивайте корову в еде как только проведется вливание корова встанет вот как наша и сможет уже принимать корм сразу же давайте ей корм комбикорм основной корм воду так чтобы корова наедала друзья будьте внимательны к вашим животным на ранних этапах замечаете изменения клинические приступайте к раннему лечению используйте протокол лечения предложенные нами в частности проверенные также на животных что касается животных которые имели проблемы профилактируйте эти проблемы в период сухостоя также хочу сказать что тема очень обширная очень широкая много есть аспектов связанных с промышленным промышленной профилактикой послеродового пореза разных специальных добавок которые регулируют кислотно-щелочной баланс также диагностики по моче также целый пласт есть касательно рецидивов заболевания протоколов второго третьего применения при порезах ориентировка на лабораторное исследование то есть много-много аспектов все вместить в одно видео не удается я думаю что если будет запрос то можно будет снять еще одно видео на эту тему либо просто давайте развернем активный активный диалог активную дискуссию в комментариях пишите пожалуйста ваше мнение ваш опыт лечения профилактики послеродового пореза и на промышленных комплексах и в частных подворьях также не забывайте если видео вам понравилось не забывайте ставить нам лайки писать любые комментарии для вас это несколько секунд для нас большая поддержка и большая радость также подписывайтесь на наш канал ставьте колокольчик нажимаете чтобы не пропускать уведомления те кто уже подписался проверьте нажали ли вы колокольчик вот и берегите своих животных до свидания и все все вот все 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 Продолжение следует...